В тот день Александр Мироненко, талантливый писатель, журналист, фронтовик и общественный деятель, как обычно возвращался с работы домой в текстильщике. На улице его окликнули по имени. Случайный прохожий оказался человеком из его прошлой жизни, кровавой, преступной, которую ради собственной безопасности нужно было забыть. И он забыл, но тут почему-то поддался слабости и ответил старому сослуживцу. Мироненко и предположить не мог, что эта встреча была тщательно подготовлена сотрудниками КГБ. Оказывается, они охотились за ним долгие годы. Это враг, это хитро притаившийся враг, который при любой другой возможности поменял бы свою личину, незамедлительно. Настоящая фамилия писателя Мироненко – Юхновский. Когда он служил в тайной полиции на Украине, фашисты дали ему прозвище «Лютый». Но как украинский мальчик Саша, поэт, романтик и мечтатель, стал предателем и палачом? Он же 16-летний, 17-летний подросток. Да, пусть на должности переводчика, но если он как бы участвовал в истязаниях, в этих допросах, как бы откуда вот такая вот звериная жестокость? На его счету 2000 жертв. Колоссальная цифра. Но понес наказание за свои преступления, зверство над советскими людьми, бывший полицай спустя годы. А что сам Юхновский говорил о собственных преступлениях? Сегодня в нашем фильме впервые на телевидении уникальная запись допроса Алекса Лютова, которую сделали сотрудники КГБ 27 января 1976 года. Мне было 16 лет, когда я столкнулся с ужасами войны, с демагогией фашизма, националистической пропагандой, поддался и смолодушничал. В апреле 1942 года я оказался в качестве переводчика в ГФП-721, в группе тайной полевой полиции. Случилось так, что, вступая в жизнь по злой воле других и недомыслив по молодости и по стечению обстоятельств, я совершил роковые шаги, стал жертвой обмана и пособником врагов. Почему, попав в оккупацию, некоторые бывшие советские граждане так охотно предлагали свои услуги немцам? Юхновский и Мироненко был под наблюдением органов КГБ больше 15 лет. Почему спецоперация по его задержанию растянулась так надолго? Какие доказательства его вины искали чекисты? И кто помог разоблачить Алекса Лютова? Давайте вместе искать ответы на эти вопросы. Смотрите прямо сейчас. Как простой переводчик Александр Юхновский превратился в жестокого палача Алекса Лютова? Есть такие люди, которые выживают при любой власти. Они, как хамелеоны, знаете, прекрасно меняют цвета, меняют свои убеждения. Какие уникальные спецоперации провели сотрудники госбезопасности, чтобы раскрыть истинное лицо московского журналиста Мироненко? Оперативная комбинация органов государственной безопасности, дабы задокументировать и выявить эти факты. Почему Алекс Лютый предстал перед судом только в 70-е годы? Как так долго ему удавалось заметать следы? В самом конце 50-х Александру Мироненко на тот момент довольно востребованному московскому журналисту, который сотрудничал с известными изданиями, предложили вступить в партию. Действительно, такой достойный и уважаемый человек, член Союза журналистов СССР, участник Великой Отечественной войны, а до сих пор не в рядах КПСС. Мироненко на такое лестное предложение отреагировал, мягко скажем, странно. Тянул, колебался, но потом все-таки написал заявление. К нему приложил автобиографию. Портком, как и положено, начал ее проверять. И нашел, что факты в автобиографии, если говорить проще, не склеиваются друг с другом. Например, Мироненко указал, что родился в украинском совхозе Юзин. Но там вообще ничего не знали о человеке с такой фамилией. Да и родственников его почему-то не обнаружилось. Но самое главное, будущего коммуниста уличили в откровенной лжи. Он указал, что награждался Орденом Славы Третьей степени. Выяснилось, что он не то, что не награждался, его даже не представляли к этой награде, а номер, который он указывает, он вообще принадлежит другому человеку. Начали разбираться. Вызвали на парткомиссию. Пришли к выводу, что он что-то путается по поводу того, что он делал в период оккупации, как оказался уже в рядах советской армии. То есть были какие-то вот эти несостыковки. В тот момент было принято решение вот просто исключить его из кандидатов в члены КПСС. И этот вопрос был закрыт. Тогда нервы ему, конечно, потрепали. Но отпустили. Мироненко вздохнул с облегчением. И зря. Он и в самом страшном сне представить не мог, что все это – часть спецоперации по его разоблачению. И спектакль со вступлением товарища Мироненко в члены КПСС был нужен чекистам, чтобы вывести его на чистую воду. Это оперативная комбинация органов государственной безопасности, дабы задокументировать и выявить эти факты. Только проверка, причем легальная проверка, как будущего члена партии, она могла позволить это сделать. Двойную жизнь этот человек вел уже почти 20 лет. Маскировался идеально. Как говорится, не подкопаешься. Александр Иванович Юхновский, он же Александр Юрьевич Мироненко, он же Хлыст, он же Алекс Лютый. Был вообще весьма одаренным от природы человеком. Следователи КГБ первоначальной думали, что он скрывается, но что он либо алименщик, либо уголовник. И никто в жизни не мог даже подумать якобы, что он военный преступник. В окрестности города Сталина, сегодня это Донецк, есть страшное место, угольная шахта, куда фашисты сбрасывали тела замученных ими людей. За годы оккупации Донецкой области здесь было уничтожено около 100 тысяч человек. Страшная цифра. Среди них бывшие партийные работники, коммунисты и совсем еще юные парни и девчонки, 15-16 лет, которых подозревали в связях с партизанами. Одним из тех, кто сначала жестоко истязал, а потом лично расстреливал наших ребят, и был Александр Яхновский. А чтобы попасть на допрос к Алексу Лютому, достаточно было небольшого проступка. Зачастую это была какая-то наклеенная листовка, написанная собственноручно рукой, или поднятый красный флаг. И человек попадал в руки карателей и вполне мог быть казнен за это действие. Из уголовного дела показания свидетелей, которые получены в ходе следствия над Александром Яхновским, он же Мироненко, в 75-м году. Мужчину Яхновский избивал резиновой дубинкой, нанося ему удары по спине, голове и другим частям тела. До тех пор, пока он не упал, а затем стал топтать его ногами. Из головы жертвы текла кровь, а на спине через порванную рубашку виднелись кровавые рубцы. И еще. Из комнаты, где Яхновский вместе с немецким следователем допрашивал арестованных, были слышны душераздирающие крики, а также ругань следователя и переводчика Яхновского. Свидетели вспоминали, когда он входил в раж, то уже не мог остановиться. Сначала он начинал свой преступный путь, как человек, который стоял в отцеплении, когда вешали партизантов или евреев убивали. Потом уже видно, через какое-то время начали проявляться и вот эти садистические наклонности, преступные наклонности, когда он лично стал принимать участие в допросах, стал избивать людей, причем свидетели говорили, что делал он это вполне себе не под принуждением, а даже, как они говорили, видно, что он удовольствие это получает, то есть как бы типичный садист. Патологическая жестокость Алекса Лютова иногда удивляла даже самих фашистов. Причем сорваться он мог и на своих. Рассказывали, что он избил бургомистра какого-то города, причем самое интересное, на глазах своего немецкого начальства, и немцы даже как-то его не наказали за это, даже наоборот, там, посмеялись, когда он это все делал. Но откуда такая жестокость? В детстве это был самый обычный мальчик, ну, может быть, немного более способный, чем все остальные. Родился в 1925 году в Волынской губернии Украины. Стихи писал с первого класса. Помимо родного украинского, к совершеннолетию овладел еще тремя языками – русским, немецким и польским. Отец мальчика, Иван Юхновский, с ранних лет воспитывал в сыне не только любовь к поэзии и прозе, но и ненависть к советской власти. Предпосылки к такому поведению в годы войны, к службе у немцев, они, конечно, на семейном уровне наверняка были заложены, потому что отец был петлеровским офицером, явно он недолюбливал советскую власть. Оккупацию Украины фашистами старший Юхновский встретил с радостью. Он был одним из самых активных участников формирования полиции в городе Ромны, куда пристроил и своего сына Александра. В 1942 году в Ромны прибыл штаб тайной полевой полиции – ГФП. И молодой человек уже вступил в ее ряды по собственной воле. Он поступил в качестве переводчика на службу в такое подразделение, как тайная полевая полиция, а именно 721-ю команду вот этого формирования. Что такое тайная полевая полиция в условиях оккупации? В принципе, это структура, которая выполняла такие же задачи, что гестапо. В задачи тайной полиции входило подавление любых форм сопротивления на оккупированной немцами территории. Уничтожение еврейского населения, расправа с партизанами и коммунистами. Сначала Ихновский занимался исключительно бумажной работой. Вел переписку, оформлял документы, иногда переводил во время допросов. Но все это ему быстро наскучило. Гораздо интереснее было самому вести допросы, добиваться признания задержанных. Заметьте, совершенно беззащитных людей. Принял на себя инициативу, стал участвовать в допросах, применять к арестованным, задержанным методы физического воздействия. Как один из очевидцев пишал с азартом, участвовал в допросах. Позже за свои участия в допросах, за свою достаточную жестокость, его сначала прозвали «Хлыстом», а позже он стал известен как «Алекс Лютый». Фактически был любимцем командира этой группы, фельдполица и комиссара Кернера. И тот его всячески продвигал везде, выдвигал. Он даже, я бы сказал, в какой-то степени был, можно сказать, главным над коллаборационистским персоналом, который был в этой группе. Спустя годы, уже во время допросов в КГБ, Яхновский утверждал, что принимал участие в казнях людей только под нажимом. В тайной полиции его якобы буквально заставляли идти на преступление, едва ли не под дулом пистолета. Следователи относились к допрашиванию с предвзятым ненавистью, презрением и, пользуясь безнаказанностью, обрекали их на смерть. Они пренебрегали правилами ведения допросов с нисхождением к полу и возрасту. Помимо убеждения здесь действовал просто приказ. Как мог воспротивиться, ослушаться? Не ты будешь бить, так других, так тебя. Но так ли это? Можем ли мы поверить Юхновскому? Или это очередная попытка спасти свою жизнь, несмотря ни на что, как и 30 лет назад, во время оккупации? Был ли у него моральный выбор и право самому решать, на какой он стороне, за счет чужих жизней? Я, конечно, не знаю, как можно заставить человека стать изуверенным. А свидетельские показания людей, которых он пытал, они присутствуют. И это прозвучало все на суде. Поэтому я не думаю, что Юхновский был подвержен каким-то извне. Я думаю, это добровольное его было желание. Есть такие люди, которые выживают при любой власти, как хамелеоны, знаете, прекрасно меняют цвета, меняют свои убеждения. Кроме того, война всегда в людях вызывает вот эти низменные инстинкты. Вот, наверное, так произошло и с Юхновским. Проблема коллаборационизма, а другими словами, сотрудничество с немцами на оккупированной территории, всегда вызывает немало острых дискуссий. Ну что и говорить, для нашей страны это весьма болезненная тема. У нас к предателям всегда относились однозначно. Они враги, а то и хуже врагов. В начале 90-х почти все архивы были открыты. И до того многие засекреченные факты стали достоянием общественности. Именно тогда коллаборантов, тех, кто работал на оккупантов, перестали мазать без разбора одной краской. Предателями из них были далеко не фигурсов. Существовало очень много видов коллаборационизма. Был военный коллаборационизм, был административное хозяйство, был гражданский. Большую часть случаев коллаборационизма можно отнести к бытовому или экономическому. Например, когда советские граждане ради куска хлеба, чтобы выжить, продолжали работать в нераспущенном немцами колхозе или на железной дороге. Как относиться к таким людям? Тоже считать предателями, изменниками Родины? Люди, которые работали на фабриках, заводах, в промышленной сфере, конечно же, они не могли не понимать, что продукция, получаемая на производстве, она шла как раз в копилку Третьего Рейха. Но, тем не менее, они были поставлены в такие условия, что нужно было содержать семью, кормить детей. И, в общем-то, не от хорошей жизни, наверное, они шли работать на немцев. Но совсем другое – военный коллаборационизм. Когда люди с оружием в руках устанавливали и защищали новые фашистские порядки, уничтожая при этом своих соотечественников. Объяснить их поступки, а тем более оправдать, нельзя. И судили предателей уже в мирное время по самым суровым законам. Каждое преступление, совершенное на оккупированной территории, фиксировалось и документировалось органами государственной безопасности Советского Союза. Велись разыскные дела. Преступления касательно предательства, зверств на оккупированной территории, они не имели срока давности. В СССР до фактически самой перестройки розыск нацистских преступников не прекращался ни на один день. Были созданы специальные структуры в рамках КГБ, которые искали таких людей. Создавались, как бы мы сейчас это назвали, базы данных. Ну, разумеется, не в компьютерах, а в таких толмудах толстых, да, книгах. Где все эти люди описывались с приметами, даже если были фотографии, там прикреплялись и так далее. В случае с семьей Юхновских сомнений нет. Для отца это было осознанное стремление навредить Совету, свести, так сказать, старые счеты с идеологическими врагами. А для сына – просто возможность хорошо жить, есть, пить, а главное – почувствовать вкус безграничной власти над людьми, которые лишены возможности сопротивляться. Скорее всего, то, что из простого переводчика он превратился, в общем-то, в полицейского, который осуществлял карательные меры по отношению к мирному населению, скорее всего, это его сущность, нежели какие-то политические убеждения, либо другие какие. Процедура поступления на службу к немцам была достаточно проста. Люди, завербованные в органы нового правопорядка, просто писали расписку или обязательства о сотрудничестве. От места к месту текст этой расписки, либо обязательства, существенно варьировался. Вооруженные и полицейские формирования принимали присягу. Присяга – это была, наверное, стадия для Фугиттера. Конечно, Юхновский-младший эту присягу тоже дал. И служил фюреру верой и правдой. В январе 43-го он даже был поощрен поездкой в Германию. Молодому человеку было всего 18 лет. И красивые картинки уютной, аккуратной европейской жизни произвели на него неизгладимые впечатления. И после того, как он отдохнул в Германии, он, говорят, отдыхал в санатории в Альпах, что-то вроде санатория, дома отдыха. Он, когда вернулся обратно, он свою поездку чуть ли не в стихах описал. Это очень немцам понравилось. В газете опубликовали. Алекс верил, что новые хозяева обеспечат ему именно такое красивое будущее. По возвращению на Украину он с еще большим рвением взялся за свою кровавую работу. В конце 1942 года его наградили специальной медалью для восточных народов. Ну, это такой был знак отличия для советских граждан, которые перешли на сторону Германии. Алексу нравилась его служба. Он вошел во вкус. Если человек имеет садистские наклонности, они так или иначе проявляются. Проявляются в особых условиях. А тогда это были как раз особые условия. Это была война. Уже дальше ни одна серьезная экзекуция не проходила без участия уже Алекса Лютого. Уже тогда он заслужил такое прозвище. Самое серьезное, конечно, преступление согласно следственным документам, им были совершены, когда группа тайной полевой полиции находилась в городе Сталина, нынешнем Донецке. Здесь палачи Гитлера погубили много молодых рабочих. Пострелянных бросали в глубокую шахту. Но мертвые поднимаются уже из страшных своих ям. Берегитесь, мастера смерти, разорители Донбасса! Из уголовного дела Юхновского-Мироненко. Факт массовых расстрелов гитлеровцами советских граждан на шахте Калиновка подтверждается актом специальной комиссии по установлению злодеяний немецко-фашистских оккупантов на шахте 4-4-БИС города Сталина. Из показаний свидетелей. Юхновский истязал доставленного с железнодорожной станции неустановленного по фамилии мужчину, ударяя его головой об стену и зажимал ему пальцы и руки дверью. Вместе с немецким следователем лично истязал несовершеннолетнюю комсомолку Кочетову, арестованную за связь с партизанами, который наносил удары по обнаженному телу резиновой дубинкой. После истязаний Кочетова расстрелян. Шахта глубиной 360 метров была заполнена трупами фактически до уровня 306 метров. То есть можно себе представить, сколько людей было уничтожено благодаря в том числе пособничеству Александра Ивановича Юпновского, тогда уже Алекса Люнтова. 43-й год переломный в ходе Второй мировой войны. Летом немцы терпят сокрушительное поражение под Курском, после которого даже фанатики почувствовали, что фюрер проиграл. Исход войны уже предрешен. Многие предатели, вставшие на сторону врага, тоже чуют, как земля начинает гореть у них под ногами. Юхновский задумывается о том, как спасти свою шкуру. Конечно, был вариант уехать вместе с нацистами, условно, в Рейх, на Запад, в Польшу, условно. Но Юхновский, не он один, таких было очень много. И такие массовые переходы на советскую сторону отмечаются приблизительно вот в это время. Это, в общем, поощрялось советской стороны. Но Юхновский понимал, что с его послужным списком надеяться на прощение невозможно. Спустя 30 лет, во время допросов в КГБ, он, однако, утверждал, что всегда мечтал вырваться из лап фашистов. Много раз в душе закипала ненависть, пока не выросла в решимость вырваться, отомстить за себя и за других, невольным свидетелем, страданий которых был сам, и перед которыми мучительно раскаивался за вынужденные грехи свои. Я бежал, пересилив страх к своим на свою землю, проклиная фашизм и его приспешнику. Шла война, и это проклятие вспихило вновь и вновь. Я сейчас проклинаю фашизм, в какой бы форме он ни проявлялся, как может проклинать не только раскаившийся, а обожженный им, заживо похороненный, потерявший радость существования. На самом деле, Юхновский просто пытался спасти свою шкуру. Он все продумал, сочинил себе правдоподобную легенду и в конце лета 44-го года перебежал на советскую сторону. Он просто заявил в военкомате, что его документы в условиях военных реалий просто сгорели. Единственное, что изменил отчество на Юрьевич. И фамилию он взял, фамилию Мачехи, то есть Мироненко. Ту фамилию, под которой, в общем, все послевоенные годы, вплоть до своей смерти, он и проживет. Здесь возникает закономерный вопрос. А как так легко у него это получилось? Ему просто поверили на слово? Неужели предоставленные парнем сведения никто даже не попытался проверить? В 43-44 год, когда шло освобождение территории Советского Союза, некоторым из преступников удавалось избежать фильтрационных комиссий, органов. Тут, конечно, наверное, в определенной вроде сработало то, что он был слишком молод еще. То есть, по сути дела, явившись на призывной пункт, он сказал, что вся семья погибла, я такой несчастный, не хочу мстить фашистам, возьмите меня. Не стали там особенно усердствовать с дополнительными проверками, перепроверками. Поверили ему, что он действительно обычный подросток, который просто ждал прихода Советской Армии и был всегда пламенным советским патриотом. Так этот пламенный советский патриот оказался в рядах Красной Армии. Сначала он служил пулеметчиком, а затем писарем при штабе 191-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. Что и говорить, пристраиваться в жизни он умел. Самое феноменальное то, что он позже сделал карьеру в органах политуправления, то есть в органах пропаганды. Красная, позже Советская Армия это, конечно, вообще уникальный случай. Конечно, случай уникальный, но стоит посмотреть только на фотографии молодого красноармейца Мироненко и станет вполне понятно, почему на его счет не возникало никаких подозрений. Открытое, обаятельное лицо, доброжелательная улыбка и даже некоторая романтичность образа. Ну как такого человека заподозрить в чем-то плохом? Он умел производить хорошее впечатление, умел нравиться. Кроме того, парень пострадал в боях, был ранен при штурме Берлина и, конечно, награжден медалями, например, за взятие Кенигсберга и за освобождение Варшавы. Он вступил в комсомол, активно участвовал в комсомольских собраниях. Так же усердно, как совсем недавно служил фашистом Юхновский, то есть Мироненко, теперь работал на советскую власть. Ну, карьерист был, да, такой, в общем, приспособленец, конформист. Такой конформист, такого рафинированного плана. В общем, с таким рвением служил немцам, но потом с таким же рвением и писал антифашистские стихи уже в советские газеты. Еще во время службы в вооруженных силах Мироненко начал широко публиковаться в армейских газетах. Помимо стихов, преуспел в написании ярких статей, обличающих немецко-фашистских захватчиков. Уже после окончания войны, после окончания боевых действий тоже нашел себе очень такое вполне себе хлебное место в редакции газеты «Советская армия», которая была газетой группы советских войск в Германии. В октябре 1651 года он демобилизовался, женился на москвичке, уехал в Москву. В 1552 году у него родилась дочка. Собственно, человек зажил мирной жизнью, как бы не подозревая ни о чем и не думая дальше. Счастливая, успешная и вполне себе налаженная жизнь законопослушного гражданина. Ветерана войны. Вот только непонятно, а куда делась та самая патологическая жестокость нашего героя, его садистские наклонности? Неужели ни одной бытовой ссоры, ни одной стычки с соседом? Мог ли человек после окончания войны буквально переродиться? И что же многочисленные сослуживцы, коллеги, друзья-товарищи Мироненко, они что, даже не догадывались о его страшном прошлом? Они как-то весьма нейтрально, по крайней мере, его описывают, и уж точно не как какого-то злодея, сурового руководителя и так далее. Как творческого человека, вполне исполнительного, если пообещал сдать материал к такому числу, все аккуратно сделает, сдаст. По словам своих сотрудников, дедов, которые, так сказать, вспоминали его, ну тоже вообще для всех было шоком, конечно. Никто даже вообще не ожидал. Впервые в поле зрения органов КГБ Мироненко попал в самом конце 50-х. Поступило заявление от некой Александры Соболевой. Женщина узнала предателя в метро и выследила его. Она была одной из тех, кого Алекс Лютый допрашивал во время службы в тайной полиции. Сотрудники КГБ подняли архивы. В карательном подразделении ГФП-721 служило около 200 советских граждан. И обнаружили, что человека с фамилией Мироненко среди них не было. Тем не менее, Мироненко взяли в разработку. И именно тогда появилась идея организовать его вступление в КПСС. Итак, преступник попал в поле зрения органов безопасности в конце 50-х. А был арестован только в 75-м году. Получается, что все это время он был под наблюдением наших чекистов. Но на что было потрачено столько лет? Начали чекисты отслеживать его по связям, где он мог находиться на оккупированном территории и так далее. Эта работа не быстрая. Доказательства должны быть весомые, потому что по-другому органы госбезопасности уже в это время не работали. Ну как можно человека, заслуженного, имеющего государственные награды, объявить без каких-то доказательств предателем? Нет, это было невозможно уже. Кольцо вокруг известного журналиста Мироненко сжималось постепенно. Пока Юхновский делал все вполне успешно журналистскую, писательскую и переводческую карьеру, эти мероприятия ни на год, ни на месяц не прекращались. В какой-то момент, в общем, был выявлен круг лиц, которые были его сослуживцами по той же команде ГФП 721. Именно тогда и появилась идея организовать подозреваемому встречу с кем-то из бывших сослуживцев. На эту роль идеально подошел Александр Потемин. Он служил в тайной полиции, понес наказание, отсидел срок и теперь был готов сотрудничать с органами КГБ. Мироненко, а точнее Сашу Юхновского, он сразу опознал по фотографии. Однажды, получив подробный инструктаж от сотрудников КГБ, Потемин подкараулил бывшего товарища у его дома в текстильщиках. Мироненко сделал вид, что нет незнакомой, ну, в общем, потом как-то в итоге они разговорились и тот подтвердил, что да, вот. Ну, служили в одном подразделении, естественно, что там отрицать, было бесполезно. Казалось бы, преступник уже на крючке, но вдруг происходит невероятное. Мироненко словно звериным чутьем почувствовал опасность и предпринял ход конем. В январе 65-го года предатель написал покаянное письмо в КГБ СССР. Он признал, что в годы войны действительно работал на немцев. В общем, его официальная версия была такая, что да, служил, служил врагам, служил полиции, служил от ГФП, но был исключительно переводчиком, ни в каких пытках, расстрелах не участвовал. Всю вину за случившееся Мироненко валил на отца, идейного врага советской власти. А сам он тогда был слишком молод, не ведал, что творил. Конечно, это было рискованно, но шаг этот оправдал себя. Мироненко не арестовали. И он продолжал ударно трудиться на литературном фронте на пользу Родины. Даже мемуары успел написать о своих, так сказать, годах службы. И они как раз лежали интересно в военном издательстве. Мироненко успокоился. Вроде бы его простили. Но так только казалось. К расследованию дела Юхновского Мироненко был подключен Ибрагим Аганин. Это был кадровый советский разведчик, служил в СМЕРШе и был заслан вот в эту 721-ю ГФП команду. И в общем был таким формально коллегой Юхновского. И поэтому он участвовал в мероприятиях по опознанию. Во время войны наш разведчик несколько месяцев собирал данные о личном составе карателей ГФП. Много раз видел самого Лютого. И даже присутствовал при допросах, когда преступник избивал задержанных ногами и дубинкой. Именно он сыграл ключевую роль в том, что вот этот человек Юхновский Мироненко в общем был уже взят на прицел. Ну и показаний Аганина было недостаточно, чтобы покарать преступника сполна. Наш разведчик к тому моменту уже в отставке был свидетелем всего нескольких эпизодов его преступлений. Аганин подтвердил, что подозреваемый участвовал в расстреле советских граждан в марте-апреле 42-го года. Но Алекс Лютый работал на фашистов целых два года. Следователи понимали, что его руки по локоть в крови и что он причастен к смерти куда большего количества людей. Поэтому поиски не останавливались. Оперативные сотрудники выехали на места, где предположительно совершались преступления. Искали старожилов. Каждому показывали фото Алекса Лютого. Вся полученная информация тщательно протоколировалась. Доказательная база накапливалась. Советские исследователи выезжали даже в ГДР, надо сказать. Вместе со штази проводили работу с документами, допрашивали тех, кто в тайной полевой полиции служил. Но основным местом поисков была, конечно, территория Советского Союза. Только на одной Украине оперативники объехали 44 населенных пунктов, а еще побывали в Ростовской области и даже в Молдавии. Везде, где проводило свои карательные операции подразделение ГФП, в котором служил Лютый. И свидетели его преступления нашлись. И несмотря даже на то, что он многих ликвидировал сам, они все равно даже некоторые выжили. Вот как, например, подросток Иван Соколов его звали. На тот момент ему 13 лет было. Летом 1943 года Алекс Лютый сбросил его в шахту под Донецком, под Сталина. Но надо сказать, подросток выжил и потом свидетельствовал против него уже в ходе следствия на суде. Важную роль в разоблачении Алекса Лютого сыграли показания его бывшего сослуживца Таратуна. Например, он был свидетелем того, как Юхновский лично расстрелял в поселке Глубокий Ростовской области четырех ребят. А всего материалы дела доказывают, что на совести Юхновского оказалось две тысячи жертв. Привозят 30, 50, 100 человек на казнь, чтобы сбросить их в шахту в этой Калиновке. И он был один из тех, кто толкал этих людей, понимаете, то есть на смерть, туда пропасть. Огромное число такое получилось, две тысячи человек. Да, он причастен к этим смертям. Это прямое причастие. Юхновский был арестован в июне 75-го. Следствие длилось больше года. Преступник всеми силами пытался оправдаться, готов был сотрудничать со следствием, свидетельствовать против всех, но только не против себя. Даже ему когда сказали, так вот, вас же видели, как людей в шахту толкали при вас, расстреливали, он говорит, ну я рядом просто стоял, потому что эти люди могли что-то сказать, да, фельдкомиссар полиции Кернер, он мог спросить перевод. Ну, то есть, юлил как мох, изворачивался. Потом Юхновский неожиданно избрал другую тактику. Он раскаивался, говорил, что пошел на службу к немцам по молодости, по незнанию, в силу обстоятельств жизненных, на его якобы месте также поступили бы все, ну вот такого рода отговорки достаточно стандартные для вот для вот людей его сорта, скажем так. В ходе суда вина Александра Юхновского в участии в карательных операциях на территории Советского Союза и в убийствах сотен советских граждан было полностью доказано. Приговор высшая мера наказания. Эту кассету мы смогли чудом найти и расшифровать. Признание преступника зрители слышат впервые. Предъявлено мне обвинение по пункту А. статьи 64 я в основном себя виновным признаю, но поясняю. Сейчас перед вами другой человек, усудивший себя своей совестью, который терзался, кается, признается. И если случившемуся нет оправдания, то объяснением служат молодость, влияние, обстановка, то страшное время и одиночество, которые были сильнее доверчивой натуры и рассудка. Прошу понять мою душу, жизнь, принять самоусуждение и раскаяние. Прошу о снисхождении. Приговор был приведен в исполнение 23 июня 77-го года. Юхновский, он же Мироненко, поменяв личину, поменяв паспорт, думал, что он изменил, наверное, свою карму. Но на самом деле в общем-то возмездие его покарало. В годы войны в оккупации оказалось немало советских людей. Некоторые из них по тем или иным причинам были вынуждены пойти на службу к немцам. Вынуждены здесь ключевое слово и всех осуждать огульно нельзя. Но были и те, кто работал на врага по своей инициативе и с особым рвением. Именно таким был Александр Юхновский. Он добровольно стал палачом и убийцей. Превратился в настоящего зверя Алекса Лютого. Потом он сумел годами скрывать свое истинное лицо. Но и его вывели на чистую воду. И кару он получил по заслугам. Алекса 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 Алекса